Честно говоря, я долго не мог выбрать, в каком виде вам подавать сегодняшний шедевр под названием The Land of Pain, потому что с какой стороны ни верти, везде слишком уё... в смысле страшно. Для летсплея игра слишком серьёзная, для сюжетного видео она слишком короткая, всего, по-моему, полтора часа на прохождение. Для стрима она слишком нудная, но для полноценного обзора слишком пустая, и поэтому я решил просто чуть-чуть рассказать об игре, что в ней есть и зачем я вообще за это дело взялся. Естественно, потому что разработчик приплёл сюда несчастного Говарда Лавкрафта, который уже, мне кажется, на том свете икать начинает от того, с какими компьютерными игрушками его творчество пытаются ассоциировать. Чего только стоят одни хребты безумия, по которым я уже делал когда-то видос, она выглядит страшнее, чем вся тематическая литература вместе взятая, но рассчитана это на быдло вроде меня, которая в жизни читала там пару журналов и то сидя на толчке, поэтому сегодня будем разбираться в проблемах по мере их поступления. Ну а вы, если вдруг ознакомлены с творчеством Лавкрафта или вдруг являетесь его фанатом, то сможете восхититься увиденным в комментариях, но чтобы не ранить ваши чувства, я специально буду использовать другие слова, похожие на его фамилию, дабы не позорить великого писателя, честное имя которого здесь просто приплели на похуй. Начнем издалека. Главный герой, вообще не ебу как его зовут, оказывается в лесу на движке CryEngine, у него есть моделька, то есть это не летающая камера, он сука личность, и он просто томно задыхается. На третью минуту игры задыхаться уже начинал я от злости, ползая по настройкам в поисках кнопки отключения кислорода для этого ебаного радостного духуна, и слава богу такая кнопка в графе опции действительно есть. Но это так, отступление. Поначалу игра напоминает проект Проклятый лес, деланный тоже одним единственным человеком пару лет назад, все на том же движке CryEngine, но со временем нихуя не меняется, и она все так же напоминает Проклятый лес, где за главгероем гоняется тот же самый черный, я не расист, монстр, которому непонятно что надо, и об этом я чуть позже еще расскажу. На опушке озера, сука, как в сказке, гулятель по лесу 70 уровня находит хижину, рядом с которой заспаунилась сфера, отражающая поверхность которой заставит плакать слезами сочного жира даже очень подготовленного зрителя, взросшенного на моих инди-хоррорах. За каким-то дьяволом протагонист начинает лапать шарик, и тот его переносит в параллельную вселенную, где все сидят по статье 282 непонятно за что, ну то есть в нашу. Выбравшись из тюрьмы под залог, разработчики предлагают нам еще немного насладиться видами дикой природы, прежде чем нас окунут в атмосферу мрачного и ужасного мира, полного боли и страданий. И про боли и страдания я сейчас не шучу. Именно начиная со второй локации, тут естественно ни разу не бесшовная карта, а все поделено на зоны, так вот именно со второй локации на нас взваливается груз ответственности в виде доставания несчастного протагониста из глубокой задницы, в которую он попал, и я сейчас не про нашу вселенную, хотя и эту тоже. Виной всему система уебанских квестов, на которую приходится 90% геймплейного времени, а остальные 10% придется потратить на выключение дыхания главного героя, который постоянно сука сбрасывается в настройках. Дело в том, что сюжета здесь как такового нет, и никакого намека на Говарда Варкрафта тоже, это просто принеси подай гейминг, от которого тошнило еще в середине нулевых, в тамошних квестах, а уж спустя несколько лет от такого просто не хочется жить. Ебучий путешественник между мирами натыкается на очередную хижину, в которой ему за каким-то хреном приспичило забраться на второй этаж. Ну вот незадача, лестница, ведущая в верхнее помещение, оказывается недостаточно, блядь, длинной для главного героя, поэтому далее нам придется пиздошить полкилометра по лицу для того, чтобы найти целую лестницу. О, блядь, страшно. Найдя лестницу в синях и вернувшись обратно, протагонист все же добирается до своего второго ебаного этажа и обнаруживает там скелет человека, обставленный свечками. А теперь вопрос, за кем хуем он туда полез? Вариант А. Для того, чтобы найти важный предмет, который поможет нам в дальнейшей игре. Вариант Б. Для того, чтобы мы получили ответ на вопрос, что тут происходит. Вариант В. Для того, чтобы переночевать и переждать дождь и под утро, как нормальный человек отправится дальше. Вариант Г. Разработчик знал, что я буду делать видосы, сделал этот сюжетный рукав из принципа, чтобы у меня сгорела жопа. И правильный ответ. Вариант Г. И должен вам сказать, у создателя страны боли это прекрасно получилось, так как не успеет главгерой пересечь порог, как увидит меня, улетающего на жопной тяге куда-то в кусты. У трупа внезапно оказывается ключ, которым можно отпереть дверь бункера, возле которого протагонист нашел лестницу. Да, заеби, сигзаги, наверное, наворачивать, но не суть. В бункере, естественно, тоже все не слава богу, дверь захлопывается прямо за спиной протагониста и бедный исследователь тайн нашей жизни оказывается замурованным под землей без еды и воды. О, какая, бля, трагедия! На нижних ярусах находится огромный водоем с работающей турбиной посередине. По левую сторону от него рисунок какого-то существа, которого даже нет в этой игре, я вам честно говорю. А также гробы с шипами, кровь, трупы, насилие и дверь, за которой находится некий человек. Такое ощущение, будто это я был. В общем, с этой секунды он затихает и больше не издаст ни звука. Было бы здорово, если бы это оказался какой-то сюжетный персонаж второй, которого можно было бы попытаться спасти, и он бы рассказал больше об этом тайном мире. Но закатайте-ка мою губу обратно, ведь мы в мире Говарда Старкрафта, а значит дальше будет глубокий смысл. Просто, блядь, вслушайтесь. Сначала нужно спустить воду из резервуара, о котором я рассказал раньше. Нахуя! Вентиль по канону жанра заклинило, поэтому его нужно чем-то смазать. Слезами не получится, поэтому нужно пиздошить обратно в начало бункера, где под лестничным проемом спряталась от вас... Эээ... Смазочная... Смазка... Ей главгерой смазывает вентиль, и он... Чё он смазал-то, блядь, всё равно ж всё скрипит. Короче, вода уходит, и теперь можно залезть в трубу, которая ведёт в секционное помещение, в котором нужно взять лом и вернуться обратно. Но сделать это мешает обиженный вентиль, которого главгерой, видимо, плохо смазал, и он, короче, повернулся обратно, и вода снова начинает бурлить, и приходится уже не просто бежать, а съёбывать со скоростью торпеды из подводной лодки обратно на сушу. Ломом протагонист вскрывает заклинившую дверь, и оказывается на свободе. А теперь вопрос, зачем он залез в бункер? Вариант А, чтобы найти там лом и вскрыть дверь, за которой был замурован второй персонаж. Вариант Б, чтобы найти смазочную смазку и ласкать вентиль. Вариант В, чтобы во время того, как он ползал под землёй, его унюхал монстр и начал преследование. Вариант Г, разработчик знал, что я буду делать видос по этой игре, и сделал сюжетный рукав из принципа, чтобы у меня сгорела жопа. Пф, ничего нового, снова правильный ответ последний, он просто залез куда не следовало, дверь захлопнулась, он каким-то магическим, блять, образом приложил невероятную силу, чтобы её откупорить ломом, который сломался бы быстрее, наверное. А если дверь не так сильно застряла, то её можно было открыть, потянув за треугольную ручку, сколько она на себя открывается. Зачем я вообще это рассказываю? Минуя пещеру, главный герой снова выходит к лесопилке, где по его душе уже вышло всё страшное и самое ужасное прямиком из мира Говарда Майнкрафта. В общем, здесь, на перекрёстке, мы впервые сталкиваемся с чёрным недомонстром, который будет преследовать главного героя на протяжении всей сюжетной линии. Что это такое и откуда оно взялось, ответов, естественно, никто не даст, но у меня есть пара соображений на этот счёт. Первый вариант, эта зубастая штуковина является чернокожим братом Слардара, который вешает на главного героя Amplify Damage, тем самым подсвечивая протагониста, где бы он, сука, не прятался, и убивая буквально с одного удара. А вот второй вариант, он более правдоподобный, данное чудовище является собой хуёвую кальку на расу разумных амфибий из произведения «Тень над Инсмудом», так как рисунки очевидцев из игры очень похожи на концепт-арт, который я нашёл в интернете, но если эти вонючие избы в лесу — это портовый город Инстму, в котором происходило действие повести, то я сраная фея, которая убегала от чудовища для того, чтобы взять доску на лесопилке и положить её на мостик и отправиться дальше. Ой, не получилось! Путь к моему нервному срыву лежал через шахты. Здесь я даже, сука, схему не поленился нарисовать, чтобы меня потом не обвинили во лжи, типа то, что я такой придумал сам себе какую-то там в голове игру по мотивам Спейскрафта. Обожаю это дело. Вы слушайте. В левом тоннеле надо взять ключ для того, чтобы вернуться на старт, где находится потайная дверь, за которой располагается склад. На нём нужно найти пилу для того, чтобы выпилить доски, парикодирующие средний тоннель, за которым находится груда камней с воткнутой киркой, взяв которую нужно перейти в правые тоннели, где лежит мёртвый шахтёр, у которого есть ключ от дома из начала игры, в который нужно пиздошить обратно три километра, и всё это время за протагонистом гоняется чёрный Слардар. В доме нужно найти ведро и молоток, которые спрятались на первом этаже, а также на чердаке за сеновалом. Хуяре этим говном по трактору, чтобы из него, наверное, натекло бензина, топливо, которое заливается в бак моторной лодки, и теперь можно наконец-то, нет, не отчаливать. Нужно же теперь переночевать в доме, куда ты так старательно принёс лестницу, чтобы потом убедиться, что на втором этаже есть скелет, и лечь спать. Ой, блять. Сладких снов хули. Грёза уничтожает вовсе не нежный стук двери, от которого мозги у главгероев внезапно начинают работать, он вскакивает, пулей вылетает из дому и отправляется в дальнее плавание. Я таким метаморфозом, честно, удивился. В пещерах нам наконец-то демонстрируют сходство данного проекта с писанием гемкрафта, и поэтому лодка глохнет прямо между двумя статуями бога Ктулху, на какой сам сядешь, на какой владыку миров посадишь, выяснить нам, кстати, не дадут, так как впереди нас ждёт ещё полчаса увлекательных загадок, квестов, ребусов и мозгаебли, поэтому давайте вот чудесной силой монтажа мы сейчас сделаем вид, что вот главный герой как бы ныряет в воду. Опа, выныривает прямо в концовку игры, где также есть подземное озеро и такая же статуя, смотрите, ну давайте так, как-то уж вы мне сегодня ещё живыми нужны, а вырезав половину сюжетной линии, всё равно ничего не изменится, она бессвязная. В общем, в финале игры нам рассказывают о месте, куда отправлялись пердаки фанатов творчества Говарда Лавкрафта, а именно за поиск Койпера в район орбиты Плутона. Смотрите, какие чёткие снимки и красивые они сделали, а? Да, вышла бы эта игра в нулевых, ох, может быть даже межпланетную станцию Новый Горизонт бы обогнали. В общем, если без шуток, то протагонист просто попадает в лапы чёрного монстра, уж не знаю, что он там из себя являл, вам предстоит, видимо, самим додумать. А под конец нам ещё раз напоминают название этой замечательной игры, ну, видимо, чтобы посмотревшие это видео не удержались и купили это произведение искусства без проблем. Бесплатная реклама. Кушайте и наслаждайтесь, но меня потом на похороны не зовите. С вами был Хэппи Вульф, счастья вам! Субтитры сделал DimaTorzok